Архангельск был внесён Игорем Грабарёвым в список наиболее достопримечательных городов-музеев. Развивался он по своей особой траектории. Имел запоминающийся архитектурный силуэт с реки. Город был виден оттуда, как на ладони. Взгляд охватывал сразу весь его панорамный вид, о котором Ремирович Данченко сказал, «Ничего не может быть эффектнее зрелища, представляемого Архангельском с двины». За более чем 400-летнюю историю Архангельск рос и развивался в рамках нескольких градостроительных архитектурных планов. Первый из них был инициирован Екатериной II. В 1763 году вышел указ Екатерины о сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо. На основании этого указа и был разработан план Архангельска. Планы всех городов разрабатывались в Санкт-Петербурге в специальной комиссии под руководством Бицкова. Для всех без исключения городов применялась регулярная планировочная схема, на основании которой города проектировались на принципах симметрии и порядка. Для разработки плана была сделана топографическая съемка города. Она запечатлела планировочную структуру Архангельска, сложившуюся к концу XVIII века. В южной части города довольно стихийно сформировались четкие улицы и кварталы. А в северной части города сетка улиц оставала средневековая и требовала корректировки. В 1794 году был одобрен новый план города и в итоге осуществлен. Акт топографической съемки города, предварительного проектирования, а также нескольких вариантов генерального плана свидетельствовал в пользу того, что теперь выбор строительства новых сооружений в городе зависел прежде всего от заранее обдуванного городостроительного замысла, который теперь был первичным фактором формирования и развития городского пространства. Перестройка по новому плану проводилась медленно. И только с 1793 года, после Большого пожара, уничтожившего около 1100 строений фактически всю центральную часть Архангельска, генплан стали притворять жизнь, прокладывать пролейные набережные и новые широкие улицы. В застройке той поры преобладали деревянные здания. Светикаменных безусловно доминировал грандиозный комплекс гостиных горов, раскинувшийся на 480 метров вдоль берега Северной Двины. Гостиные дворы выполняли торговую функцию, играли роль складских помещений, а также были крепостью и административным зданием. Они своими размерами и расположением задавали масштаб квартальной планировки центра города, дошедшие до наших дней. Итогом реализации Екатерининского плана стала планировка исторической части Архангельска, как выражаются, горожане от моста до моста, во многом сходная с планировкой центра Санкт-Петербурга. В XXI веке Екатерининский план городской застройки был учтён при разработке современной планировки городского центра с целью сохранения и развития его исторически сложившейся композиции. В 1869 году на плане Архангельска впервые были приведены официально примутыми звания проспектов и улиц города. А в административном отношении он был разделён на три части. От Михаила Архангельского монастыря до Соборной площади здесь располагалась первая полицейская часть. От Соборной площади до Кузнечихи — вторая полицейская часть. За Соломбову отвечала третья полицейская часть. В первые два десятилетия XX века завершилась эволюция градостроительной структуры дореволюционного Архангельска. Сложился устойчивый план исторических частей города, который дошёл до наших дней и продолжает значительно влиять на сегодняшнее архитектурное решение. Уличная сеть города отличалась простотой. Повторяя изгиб набережной, шли два проспекта — Троицкий и следующий за ним Петербургский. Их пересекали 30 улиц, производными от названий церквей. Успенская, Соборная, Благовещенская, а также названия северных городов — Пермская, Вятская, Вологодская, Шенкурская. Названия национальностей проживавших в губернии. Зырянская, Самоедская, Лопарская, Корейская. Улицы Соломбов имели громкие названия. Непрусская, Норвежская, Французская, Адмиралтейская, Американская. Центр города располагался вблизи исторического мыса Пурнаволок. И отмечаемый XX века занимал территорию от улицы Соборной до Полицейской, от набережной до Троицкого проспекта. Здесь были сосредоточены административные, культурные, общественные здания. Архитектурной доминантой центра был Троицкий собор. Архитекторы Архангельска создали живописный городской ландшафт на фоне торговых, административных, живых зданий. Возвышались, создавая своеобразную подкову высотных доминант и величественные силуэты церквей разных конфессий. Обрамляли панораму. С одной стороны массивные стены зданий Архангельского монастыря, с другой Троицкий храм и церковь всех скорбящих радость. Центральное место занимала главная доминанта ансамбль Троицкого кафедрального собора, стоящие рядом Архангельский, Воскресенский и Рождественский храмы. В левее от собора расположилась немецкая слобода, возвышающаяся шпилями Литеранской фирхи, Святой Екатерины и Успенского-Боровского храмовского кунга. Планы правительства СССР по преобразованию промышленности определили Архангельскую роль всесоюзной лесопинки. Была поставлена задача сделать город образцово-показательным и перестроить. Кардинальные изменения начали происходить с 1929 по 1936 годы. Первый советский генеральный план Архангельска был разработан в Ленинградском государственном институте проектирования городов с 1935 по 1937 годы. Он назывался Большой Архангельск. В нем впервые принималось во внимание планировочное своеобразие структуры города, заключавшиеся в большой разбросывании промышленных и жилых зданий. Генеральный план предлагал новую схему планировки жилых кварталов. В каждом квартале намечалось строительство столовых и детских учреждений. Планировалось и строительство многоэтарных домов, хотя времена от четырех до шести этажей в центральной части города. Развитие города сдерживало отсутствие железнодорожного моста через Северную Львину. Строительство моста через Кузнечиху было прервано войной. Мост удалось пустить в эксплуатацию только в 1956 году. В генеральном плане 1950 года предполагалось расширить городскую территорию за счет освоения болот, прилегавших к Октябрьскому административному району. Одним из основополагающих положений генерального плана 1950 года было максимальное использование и сохранение деревянного жилого фонда. Еще более быстро облик Старого Архангельска стал меняться в 60-е годы. Согласно третьему генеральному плану города за 1963 год, Архангельску предстояло развиваться в качестве современного центра лесообработки и лесоэкспорта. Перед осуществлением замысла третьего советского генерального плана был построен грандиозный железнодорожный мост через Северную Двину, который решил многолетнюю проблему в связи правобережных и левобережных районов города. Учитывая стратегическое значение северных портов для нашей страны, Совет Министров СССР в феврале 1963 года принял постановление о развитии городов Архангельска и Мурманска. В второй половине 60-х годов в городе и в области началось интенсивное строительство за счет целевого государственного финансирования. Также с 60-х годов в бытовой терминологии горожан появилось популярное слово «микрорайон». Сначала большого строительства в районе деревни Воравина. Следующей большой строительной площадкой Архангельска стал привокзальный жилой район. Он разместился на бывших мхах, болотах, прилегавших к городу с востока. В привокзальном районе впервые начал применяться девятиэтажный панельный дом 93-й серии, разработанный в Москве. Второй архангельский микрорайон появился в Соломболе. А сначала застраивался пятиэтажками. Они строились быстрее, а на повестке дня стояла задача обеспечить каждую сенью квартирой. Однако в период интенсивной застройки исторического центра города новыми многоэтажными зданиями уровень грунтовых вод понизился, что привело к утрате большого количества деревянных домов, возведенных в специфическом стиле северной архитектуры. В 1982 году областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обновило реестр зданий Архангельска, рекомендованных в качестве памятников архитектуры местного значения. В списке значились 60 объектов, в том числе и деревянные дома. Идея создания в Архангельске музейного комплекса старой деревянной архитектуры оформилась к началу 70-х, а в настоящее время она обрела зрелые черты на проспекте Чумбарова-Лучинского. В 90-е годы, в начале XXI века, начинают восстанавливаться сонные церкви, заборы, появляются новые архитектурные доминанты. Силуэт города со стороны Двины вновь изменился за счёт вертикальных осей новых архитектурных доминантов. Северного морского пароходства, здания проектных организаций, вновь восстановленного Кафедрального собора имени Михаила Архангела.